Быстрый как машина, дешевый как велосипед, ответственности никакой ни за себя, ни за других. Количество ДТП с электросамокатами растет в геометрической прогрессии, а травма у самокатчиков куда опаснее, чем у велосипедистов. О том, где на них ездить нельзя, какие штрафы грозят нарушителям, и как не попасть в печальную статистику, разберем в выпуске программы ГАИ на связи. Экологично, удобно, но вместе с тем опасно для здоровья и жизни. Кикшеринг едва начал работать в этом сезоне, а жители Улан-Удэ уже успели попасть в несколько ДТП. 27 марта около 16 часов на улице Павлова на нерегулированном пешеходном переходе водитель автомобиля Toyota Land Cruiser совершил наезд на десятилетнюю девочку, которая пересекала проезжую часть на самокате. В результате ДТП школьница с ушибами была доставлена в медицинское учреждение. 20 апреля в 19 часов вечера на улице Терешкова водитель автомобиля Nissan D, выезжая с парковки торгового центра, совершил наезд на студента, управляющего электросамокатом. В результате ДТП молодой человек получил травмы различной степени тяжести. 13 мая около 19 часов 45 минут на улице Ключевская 18-летний водитель самоката совершил наезд на стоящий автомобиль Toyota Balta. В результате ДТП пострадавших нет. И это только начало сезона. Причем это происшествия, в которых замешаны автомобили. А как много подобных ЧП случается в пешеходных зонах и сколько покалеченных на тротуарах самокатчиков и их жертв неизвестно. Современные электросамокаты могут развивать скорость от 20 до 75 км в час, а то и больше. Для сравнения, такой же скорости достигают мопеды и скутеры. Но на них, в отличие от электросамокатов, никто не ездит, например, по тротуарам. Именно поэтому в ЛНД есть места, где перемещаться на Симах запрещено. Это парки имени Орешкова, железнодорожников, мемориал Победы, юбилейный, горсад. Также кататься теперь нельзя в скверах Радуга и ровесникам, ушедшим в бой. А еще на территории этнографического музея, республиканской больницы имени Ангапова и республиканской клинической больницы имени Симашко. За нарушение правил дорожного движения гражданами, управляющими СИМами, то есть средствами индивидуальной мобильности, предусмотрена административная ответственность по статьям 12.29 и статье 12.30 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении. Странсная санкция составляет от 800 рублей до 1500. По улицам, где висит знак «Жилая зона», можно ездить не быстрее 15 км в час. За соблюдением этого ограничения должны следить компании, которые сдают самокаты в аренду. В других местах города можно ездить с максимальной скоростью 25 км в час. Частой причиной аварии на пешеходных переходах становится и бесшумность электрических самокатов. Они подъезжают к людям очень быстро, при этом находятся в слепой зоне. И когда человек резко делает шаг в сторону, его могут сбить. Электросамокаты иногда бывают не очень удобно, потому что они мешают. Иногда они могут выезжать на проезжую часть, а так как они маленькие, вообще ничем не защищенные, и никогда не знаешь еще водителей, как правило, очень молодые. Когда электросамокаты выезжают на проезжую часть, это очень некомфортно, потому что непонятно, как себя водитель будет вести. Пользователи этих самокатов, они бесконтрольно могут ими управлять. Очень удобно, но нужны, наверное, каски раздавать. Зачастую водители самокатов нарушают правила дорожного движения, такие как переезжает пешеходный переход, заместо того, что они должны спешиться. Выезжают на дороге общего пользования, где нарушают правила дорожного движения. Едут по встречной полосе, либо нарушая очередность проезда. Выезжая, проезжая на запрещенные сигналы светофора. На пешеходном переходе что сделала? Шла. Ну, спешилась. Там, потому что людей много, врезаться можно в них. А, если бы не было людей? Да, я бы ехала. Вам 18 лет есть? Нет. А вы знаете, что нельзя регистрироваться до 18 лет? Нет, мы просто хотели позволять меня не... Вы уже регистрировались. Это кадры с прошлогоднего рейда ГИБДД. Как вы уже догадались, среди ограничений пользования электросамокатами запрет проката несовершеннолетним. Мы видим, что абсолютное большинство пользователей самокатов – это несовершеннолетние дети. Поэтому родителям, законным представителям детей необходимо знать, что это является нарушением пользовательского соглашения. То есть, за все детские оплошности отвечают родители или законные представители. В таких случаях есть риск раскошелиться на круглую сумму. Также нельзя браться за электросамокат в состоянии алкогольного опьянения и ездить на одном СИМе вдвоем. Нарушений, на самом деле, очень много. Это такие, как вождение самоката в состоянии алкогольного опьянения, это неспешивание на пешеходном переходе, это катание по проезжей части. То есть, самокаты для этого вообще не предназначены. За это идут, конечно же, штрафы. Уже в правилах дорожного движения это прописано. Состояние алкогольного опьянения от тысячи до полторы. Потом за неспешивание на пешеходном переходе, за проезд на проезжей части – 800 рублей. Был случай. Две девушки в алкогольном опьянении катались вдвоем на одном самокате. Мы сразу же отреагировали на это, отправили в техподдержку нашу. И они завершили им аренду и оштрафовали. Если штраф не заплатит человек, то что будет? Ну, как правило, он привязывает в самом начале катания свою банковскую карту. И у него в любом случае их спишут. На приложении будет висеть штраф, и он не сможет больше использовать электросамокат. Допустим, авария все же произошла. Если человек сбил самокат или вы случайно наехали на кого-то, необходимо зафиксировать происшествие на фото или видео, в случае наличия свидетелей попросить предоставить доказательства и, конечно, обратиться в полицию. Помните, ваша безопасность только в ваших руках. Будьте аккуратны на дорогах. Это ГАИ на связи. С вами была Екатерина Быкова. До встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok